Который называется «Подземные райские планеты». Текст 22. Ну и урок. Настало твое время зарамсить проблему. Перевод стиха. Милость, которую Верховный Господь оказал Махараджи Бали, проявилась отнюдь не в том, что Он даровал Ему материальное счастье и богатство. Ведь подобные благословления заставляют забыть о любовном служении Господу. Тот, кто стал обладателем огромных материальных богатств, уже не может погрузиться в размышления о Верховной Личности Бога. Милость, которую Верховный Господь оказал Махараджи Бали, проявилась отнюдь не в том, что Он даровал Ему материальное счастье и богатство. Ведь подобные благословления заставляют забыть о любовном служении Господу. Тот, кто стал обладателем огромных материальных богатств, уже не может погрузиться в размышления о Верховной Личности Бога. Комментарий. Его Божественной Милости Шри Шримада. Ачеба Активданте, Свами Пропады. Богатство бывает двух видов. Материальное, то есть приходящее к человеку в соответствии с его кармой, и духовное. Чистый преданный, или тот, кто во всем полагается на Верховного Господа, не стремится к чувственным наслаждениям и не ищет материальных богатств. Поэтому, если он становится обладателем крупного богатства, нужно понимать, что причиной тому не карма преданного, а его бахти. Иными словами, он оказывается в таком положении по воле Верховного Господа, который желает, чтобы этот преданный жил безбедно и мог делать ему роскошные подношения. Что же касается начинающего преданного, то ему Господь оказывает особую милость, забирая у него материальные богатства. Это и в самом деле милость, «Ведь если незрелый преданный будет жить в роскоши, он забудет о служении Господу». Богатство, которым Господь награждает возвышенного преданного, нематериально. Напротив, оно духовно, ибо дает такому преданному возможность еще лучше служить Господу. Материальные блага, которыми окружены полубоги, мешают им помнить Господа. Но Махараджи Бали богатства были дарованы для того, чтобы он продолжал свое чистое, незатронутое Майей преданное служение. Милость, которую Верховный Господь оказал Махараджи, Бали проявилась отнюдь не в том, что он даровал ему материальное счастье и богатство. Ведь подобные благословления заставляют забыть о любовном служении Господу. Тот, кто стал обладателем огромных материальных богатств, уже не может погрузиться в размышления о Верховной Личности Бога. Первой стадией в Бхакти-йоге является преданное служение на стадии очищения. Мы с вами об этом говорили вчера, позавчера. Который состоит из двух процессов, из двух первоначальных процессов очистительных. Первый называется Клешакни. Это освобождение от причин, которые вынуждают живое существо, продолжает совершать греховную деятельность. И от причин, естественно, греховная деятельность ведет к чему? К страданию. Таким образом, Клеша слово означает причина страданий. Клеша. Панча означает пять. Пять причин, по которым живое существо страдает. И, если вы помните, первое называется Авидья Клеша. Авидья. Авидья означает полное невежество в духовной науке. То есть, человек изучает материальную науку. Грубую материальную науку. Или даже тонкую материальную науку. Но он абсолютно не квалифицирован в духовной науке. Духовная наука или основы духовной науки называются Самбандагян. Которая состоит из пяти анг или панчанга. Из пяти ступеней. Первое изучает закон кармы и реинкарнации. Закон кармы и реинкарнации. Что же за закон кармы? Слово карма означает действие. У любого действия есть причина. И у любого действия есть что? Следствие. И так изучается причинно-следственная связь. И как эта причинно-следственная связь приносит живому существу три типа реакций. Первый называется Сукритотха. Это чувственное наслаждение. То есть мы действуем каким-то определенным образом. И эта деятельность приносит нам чувственное наслаждение. Мы наслаждаемся. Второе называется Душкритотха. Это деятельность, которая приносит нам что? Страдания. Страдания трех видов. Атхиатма. Страдания, которые нам причиняет наше тело и наш собственный ум. У нас всякие там странные вещи, странные идеи. Это называется Атхиатма. Потом у нас есть Атхипхута. Атхипхаутика, так называемая. Это когда нам причиняют беспокойство другие живые существа. Не только человеческого уровня. Но и тонкие материальные живые существа. Животные, растения, насекомые. И так далее. Другие живые существа. И третий вид страданий называется Атхидайвика. Спасибо. Атхидайвика. Это страдания, которые нам причиняют силы или законы природы. Законы природы. Против которых мы не можем восставать. Природа всегда сильнее нас. Видите, вот недавно я слушал по радио. В машине ехал, по радио слушал. Торнадо опять был там где-то на южном побережье Соединенных Штатов. Никто ничего. Даже они не смогли вычислить его. Люди купались на пляже. Там сейчас тепло. Как раз южное побережье. Все такое. Где-то, видимо, в районе. Где там? Калифорния. Да, я думаю, где-то штат Калифорния. Где-то там. Где-то, видимо, Лос-Анджелес. Да, где вот эти все. Это же штат Калифорния как раз. И вдруг, откуда ни возьмись, торнадо появился. И всех раскидал, что-то там несколько сот человек вообще пропали в этом торнадо. И все. Судьба, так сказать, их разметала. И так далее. То есть, вот силы природы. От Хидаева. И вы знаете, да, что все смерчи, торнадо, это все демоны. И у каждого смерча, на самом деле, на санскрите есть определенное имя. Кто у нас там смерчем-то был? Тринаварта, Вова. Тринаварта, правильно. Это вот все его слуги. Тринаварты. Родственники, там, дядья, по матери, там, и так далее. Тринаварта. Тринаварта Асура. И так эти тройственные страдания приносят. Невежество в духовной науке или вот то, что мы говорили, отсутствие самбанда гианы, которое изучает закон кармы, закон реинкарнации, значит, как эта деятельность повлияет на наше будущее рождение. Поскольку мы обуславливаемся этой деятельностью, и мы ведем деятельность, несомненно, в борьбе за комфорт своего грубого и тонкого тела. Каждый ведет тяжелую, говорится, суровую борьбу за комфорт своего грубого и тонкого материального тела. То есть, мы хотим, чтобы с нами общались как-то определенным образом, это тонкие все, всевозможные вопросы. Хотим, чтобы так вот с нами разговаривали, чтобы нас любили, там, там, и так далее, уважали, что такое. Все это тонкие процессы. Хотим что-то такое знать, там, кстати, когда, так сказать, подскочит доллар, там, кстати, или что-то еще, когда воду отключат или включит наоборот. Все это тонкие процессы. И также мы, все эти, все эти тонкие процессы связаны с тем, что мы хотим, чтобы наше грубое тело находилось в комфорте. Несомненно. Несомненно, грубое тело. И так мы ведем ожесточенную борьбу за это существование. И все это только пробуждает и укрепляет наше следующее положение, которое называется Асмита Клеши. Ложное эго. Или отождествление себя с материей. В результате отождествления себя с материей, поскольку мы думаем, что счастье, это как пристроить хорошо свое ложное эго, свой интеллект, ум. И это грубое тело, которое состоит из огня, воды, земли, воздуха и эфира. И поэтому у нас есть очень сильное стремление к семейной жизни. К семейной жизни. И говорится, Господь Санкаршина лишен самого главного недостатка всех живых существ в материальном мире. Это желание иметь в себе подобных. Самый главный недостаток материальной деятельности. Желание иметь в себе подобных. Знаете, что такое? Вот все мы чьи-то дети. То есть, кто-то захотел иметь нас. А мы, несомненно, в восторге от себе подобных. Ой, как на меня похож. Этот не похож. Меньше люблю. Этот больше похож. Больше люблю. А этот похож по поведению. Все равно люблю. А этот похож по физиономии. Треснуть бы по ней. И так все хотят иметь в себе подобных. Мужчины хотят иметь, так сказать, свою экспансию в женском или в мужском проявлении. Так сказать. А женщины так вообще с детства мечтают. Все куклу за ногу носят. И так, это порождает стремление удовлетворить свою эту потребность. Иметь себе подобных. Таким образом, живое существо, этот недостаток, он трансформируется в следующую клеши. Рага клеши. Желание материального счастья. А какое счастье материальное? Вот мы там с вами перечисляли эти четыре уровня камы, то есть вожделения, которое вынуждает нас стремиться к материальному счастью. Это желание взаимоотношений с противоположным полом, желание семейной жизни, желание потомства, желание иметь дом и утварь, привязанность к месту рождения, к данной нации, к данной религии, желание положения в обществе, желание уважения общества. Еще желание власти, вот я забыл. Желание власти еще у нас есть. Следующее называется карма каме. Следующее ситха каме, это желание иметь экстрасенсорные способности, управляя предметами и живыми существами, оставаясь в тени. Игра в благодетеля посланного небом. Также игра в мессию или аватару даже. Даже аватару. Вот как раз сейчас я читаю в коме письма, там у нас одна аватара тут оказывается жила. как-то мы ее прошляпили. Сейчас аватара убежала и денег просят. Денег требует, напрочь. шлите лакшми течеке. И так рождается эта клеша, которая называется рага-клеша. И вот смотрите, в основном даже мало кто мистических сил-то хочет, но некоторые хотят, да? Читают книжки там такие. Куда там, в какой дом, в какой узел, кто вперся, так сказать, какая планета, где кого, на кого наехала. Это больше относится к ситхакаме. Это ситхакаме. То есть такое скрытое сексуальное влечение. Когда человек остается без грубых сексуальных взаимоотношений, то есть как-то все не складывается. Не то, чтобы он не хочет, он хочет грубых, да бай, ты че, елки? Там как-то не складывается все, то свет горит, то люди ходят, мешают, то стучат все время в дверь, то и тогда само желание наслаждаться остается и тогда начинаются вычисления все вот эти. Куда, в какой домик кто вошел, там, где, куда, кету, куда, раху побежал, где там заморсился, заюпитерился, так сказать, и так далее, и так далее. Где, так сказать, деньга попрет, где, так сказать, какой костюм одевать, так сказать, черно-белый не носить, я и нет, не говорить. Короче, дети так, они играют. Вы поедите на бал? Они спрашивают, вы поедите на бал? Итак, ситхаками, все это, также существует пхуктаками, пхуктаками, это желание при помощи достаточно авторитетных источников писания, через эпитимии, аскезы и топасии, достигнуть жизни на высших планетарных системах, отказываясь себе во всем на этом земном уровне. Добровольно отказываясь от чувственных наслаждений на этом уровне. Как сказать, здесь отказаться, чтобы там получить побольше просто. Я-то сейчас есть не буду, лучше вечером пять раз больше. Вот примерно это как пхукты. Лучше вечерком я съем всех вас. Зачем сейчас мне одного съедать? Лучше вечерком всех, как в анекдоте. Мы медленно-медленно спустимся, и заберем все стадо. Давай быстро-быстро спустимся и парочку заберем. Он говорит, нет, мы медленно спустимся и заберем всех. Так вот. Так и здесь. Пхукты. И последнее их называют мукты. Муктаками. Мукты. Муктаками. Итак, это рагоклеши. Это вот такое представление о счастье складывается в своей кульминации, то есть в своей самой высшей точке, точке апогея, так сказать. Это желание слиться с неким высшим нематериальным бытием и таким образом стать этим бытием. Это все рагоклеши. Следующая рагоклеши трансформируется или порождает естественным образом две шаклеши. Это ложная ненависть к ложным источникам страданий. Вот мы сейчас на кого-то обижаемся, дуемся, считаем, что кто-то виноват. Там что, зачем они там сказали при всех, могли бы в туалете на ухо сказать, закрывшись одеялом. Что же такое-то? Почему так происходит? Что это на меня наезжают? Вообще наехали на святого. на Иисус! Иисус! Как на Иисуса наехали прямо. Ёлки! Ну дай им молоток и гвозди приколоть собаки. Да, вообще все несправедливо кругом. Вообще никто не понимает какой я великий. Никто не понимает. Что такое-то? Вообще это неправильные пчелы у них неправильный мед. И так далее. это две шеклеши. Когда вы чувствуете это, что вы на кого-то обижены, что вы кого-то считаете причиной своих страданий, знайте точно, что это иллюзия, это майя. Нет этого всего, но вы это ощущаете. В этот момент работают две шеклеши. Все эти обиды, это две шеклеши. То есть это неблагоприятно, это причина, которая принесет в будущем страдания. Только из-за того, что мы на кого-то обиделись, мы должны будем быть наказаны. Представляете, оказывается, за обиду наказывают. И даже Аюрведа описывает, что если человек не прощает, обижается и слишком долго удерживает эту обиду внутри себя, внутри, в сердце, то развивается злокачественная опухоль. То есть рак. Это лишь так. Не говоря уже о других последствиях. Не говоря уже о других последствиях. Человек, имеющий в сердце обиду, он говорится в соответствии с тем, какова сила обиды, таков процент уничтожения благочестия и любви к другим живым существам. Понимаете, да? То есть человек, носящий в сердце обиду, он не может любить любить И более того, это обида, это же определенное чувство, значит, определенный вид энергии. Он сжигает сукритотху. Обида сжигает благочестивые поступки. Просто вот мы обижаемся, и в этот момент вот эта энергия, она сжигает какие-то очень хорошие поступки, которые мы совершили в прошлом, и могли бы получить очень хорошие результаты в этой жизни. Но только из-за обиды мы сжигаем их, то есть они впустую просто сгорают. Как Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и знания дотла сжигают последствия греховных поступков. Но также существует такой стих, где говорится, что обида, гнев, похоть, сентименты и так далее сжигают наше благочестие. Как огонь сжигает дрова, так и вот эти все плохие негативные качества сжигают наше благочестие. Просто оно сгорает бесполезно. Как деньги взять и поджечь? Вместо того, чтобы их израсходовать с пользой. Хотя просто что-то для своих чувственных наслаждений купить. Или эти деньги могут принести пользу. Деньги всегда приносят пользу. Либо для чувств, для чувств других, либо для духовных целей. В любом случае сидите и жгете их. Потому, что вы обиделись. Еще сотку сожгу. Получили зарплату. И жгете. Я обиделся. Еще две сотни сожгу. А на это вообще обиделся. Сволочь. Пять сотку сожгу. А это вообще животное. Ты шу сожгу. И так далее. Итак, это две шиклеши. Следующая есть апхеневеши это желание и привычки принесенные из прошлых жизней. У нас у всех очень много желаний. Вы чувствуете какое желание? Преподходит возраст и жениться аж не терпешь. Жениться охота, да, охота где-то домик найти, все такое. Желаний куча. Куча желаний. Кем хочешь стать? Котмонавтом. Желание стать котмонавтом. Да. Разные желания. и привычки. Привычки из прошлых жизней. Мы привыкли жениться, привыкли выходить замуж. Кто-то рожать привык, не может просто, аж не втерпешь. С детства уже рожать собрался. Все, уже собрал банатки, все, ждет. Когда вырастут, сразу рожу. Как только так сразу. Это привычки, несомненно, это привычки. Кто-то привык гневаться, кто-то привык так себя вести, кто-то привык к каким-то профессиям и так далее. Очень много привычек мы принесли из прошлых жизней. Чесаться не там, где надо, плеваться и так далее. Очень много разных привычек. Это называется апхиневеша. Эти привычки как раз апхиневеша это есть формирование и вот эти все панча-клеши они формируют наш характер. То есть нашу шубхаду, наши качества но мы ашубхады то есть это сформировало наши гнусные качества плохие качества лицемерие дипломатия желание подражать желание выгоды желание спекулировать желание паразитировать на 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 чем-то на теле там общества или так сказать выгоду какую-то искать допустим богату невесту так сказать или что-то еще и так далее и так далее или богатого жениха так сказать ну и пятый десятый я думаю вы понимаете это все формирует эти панча-клеши это наш характер наш характер и мы можем видеть какие люди более-менее хорошие а какие более-менее не хорошие совсем а какие такие маргарин не то не все нам этого нельзя ни рыба ни мясо короче ни яйца еще к тому же ни рыба ни мясо ни яйца ни лук ни чеснок Такой человек, понимаете? И не нектар. Далеко не нектар. Такая мутра. Мутра на санскрите означает мача. Вот такой мача. Итак, это первая стадия, стадия очищения. Следующим этапом идет следующая ступень. Когда мы начинаем очищаться, то мы переходим на следующую фазу. Называется Шубхада. Развитие хороших качеств. Что за хорошие качества? И там говорится. Влечение к духовной науке. Доброжелательность. Прощение. И так далее. То есть мы становимся такими. Щедрость. Благосклонность. И так далее. Непредвзятость. И так далее, и так далее, и так далее. И качество. Проявляется хорошее качество. Когда эти клеши начинают уменьшаться. Взамен пустота там, где эта клеша уменьшается. Представьте, там, допустим, какой-то объем есть. И там все заполнено этой клеши. И клеши начинают сжигаться. И пустота никогда не остается. В соответствии с сжиганием этой клеши, эта пустота тут же заполняется Шубхадой. То есть хорошими качествами. И я думаю, что вы понимаете, что когда у нас невежество исчезает, то, несомненно, ослабевает ложное эго. В результате ослабления ложного эго человек способен постигнуть, что он живет для более других, для более возвышенных целей, чем просто иметь семью и пузо. И, так сказать, радоваться квартирке там. Нет, он живет для какой-то более высокой миссии. Он начинает это осознавать. Поэтому счастье, то есть понимание счастья тут же изменяется. Что счастья не будет, что я куплю стиральную машину новую, или женюсь, или выйду замуж. Это не счастье. Это обычное просто... Это деятельность, как в Багаватам аппетит, доступная кошкам, собакам и свиньям. Ступать в половые взаимоотношения, вести семейную этот образ жизни, особи они также с семьей заключают. Иметь потомство, какое-то гнездо или нору, там, закроматы, кстати, все такое. Это доступно даже для кошек, собак и свиней. Живое существо при ослаблении ложного эго, которое является результатом получения знания, то есть уменьшения этой авидии. Ложное эго ослабевает. Сразу меняются представления о ценностях, о счастье. И в Бхагавадгите Кришна описывает три вида счастья. Три вида счастья. Первое, которое является иллюзорным от начала до конца. Слепо к самоосознанию и так далее. Счастье в гуне невежества. Счастье вот такого типа, желание, так сказать, иметь норку, так сказать, закрома, так сказать, семейку, так сказать, все остальное, так сказать. Это счастье в гуне страсти. И он говорит, но то счастье, которое ведет к очищению, то счастье, которое дает знания, сжигает последствия прошлой греховной деятельности и ведет к освобождению, такое счастье находится в гуне благости. И так живое существо при ослаблении всех этих клеш и развитии Шубхады меняет свои представления о счастье. Реально, в сердце. То есть не надо просто человеку сидеть и говорить, да зачем тебе такое счастье? Он говорит, ну ладно, раз вы так орете, возьму то. Нет. На самом деле, внутренне у него полностью меняется представление о счастье. Его не надо тыркать, там пинать или что-то. У человека меняется счастье. Он реально начинает видеть вещи такими, какие они есть, поскольку получает видье. Видье. Видье означает знание. Видье. Он получает знание, духовное знание. Он практикует это духовное знание. И это меняет его представление о счастье постепенно. Когда меняются представления о счастье, поскольку ложное эго ослабело, то, несомненно, человек становится более умиротворен, дружелюбен и миролюбив. То есть ему легче сотрудничать, коммуникации, легче с людьми. Он как бы симпатизировать. Хотя симпатия и антипатия являются камнем преткновения на пути, самоосознание. Все равно он начинает симпатизировать даже людям, ну, будем говорить, такого недостойного положения. Почему? Потому что в результате ослабления всех этих вышеперечисленных клешей и представлений о счастье, он начинает понимать, что люди просто лишенные знания. Но он начинает видеть благодаря этому хорошие качества в человеке. То есть не ашубху, а ашубхаду он начинает видеть. Как вот вы помните, вчера я рассказывал это, что каждый святой имел прошлое, и каждый преступник имеет будущее. Это значит видеть вот этот потенциал. И он видит этот потенциал, он начинает видеть этот потенциал со временем. В соответствии с прогрессом. А в чем суть прогресса? Говорится, это Господь читания говорит, это знание не нужно привносить откуда-то извне. По мере очищения, а оно изначально присутствует в сердце живого существа, и по мере очищения оно проявляется. Таким образом, вот мы сейчас с вами обсуждаем, читаем что-то, слушаем лекции. Все это только лишь процесс очищения. Это как мы вспоминаем. И Рупу Госвами приводит пример амнезии, как человек, который потерял память, и к нему, ему читают, где он жил, показывают всякие фотографии, все время пытаются напомнить. И он так что-то, что-то вроде вот. Прикрой, пожалуйста. Как люди иногда, они приходят на лекцию, там, допустим, вы там рассказываете какие-то вещи, и они к вам подходят, такие искренне, очень с такими глазами, и они говорят, вы знаете, говорит, Леонид, ну где-нибудь на какой-то прудной публичной программе там написано, там Леонид, Тугутов, Лакшмина Райан даст. Они-то этот Лакшмина Райан даже выговорить не могут. Они говорят, знаете, Леонид, такое впечатление, что мы это все знали. Как вы думаете, откуда это ощущение? Это как амнезия. Они стали слушать это, и как будто бы вспомнили, что они на самом деле это знали, что вот прямо будто бы им напомнили просто вот телефон, который они забыли, что они знали, а у них у всех реальные ощущения. Но это пришлось все равно им говорить. Когда они начинают практиковать, это ощущение, что они это делали и знали, еще более усиливается. Таким образом, все, что мы с вами здесь делаем, это и есть стадия очищения. И по мере очищения память наша начинает останавливаться. Кришна с Мараном. Это означает, мы начинаем вспоминать то, что мы когда-то, где-то давно, сначала смутно, в виде каких-то подсознательных ощущений, потому что этот уровень подсознания начинает работать. То есть архив наш, архив, который там миллиарды этих жизней. Что-то там такое начинает пипикать, какое-то пипи-пипи-пипи. Пипи-пипи-пипи. Ой, елки, что-то. Знакомый запах, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Что-то такое мы знакомые. Вот знакомые и все. Что-то такое. Как люди в этом. Очень часто я видел. Допустим, люди приходили с Махараджем. Сначала вот сын мой меня потрес. Ему было два годика. Я первый раз в жизни его повез в Дацан. Дацан – буддийский монастырь. Ламонистический монастырь. Ему было всего два годика. А мне надо было встретиться с одним ламой там, знакомым по делам. Я книги там им распространял. Загрузил всем по комплекту. Всем до одного. Сколько там было монахов? Все читали. Бхагавадгиту и Шримад Бхагавата. Вот комплект входил. Значит, наука самосознания. Прямо как сейчас, помню. Наука самосознания. Йога высшей личности. Источник вечного наслаждения. Бхагавадгита. И к тому времени, по-моему, сколько было песен Тогалока? Я уж не помню. По-моему, песни… Песни три. Две-три, наверное, да? Было. Песни две даже, по-моему, было. Один-один и один-два, по-моему. А, и два, да. Вот два еще было. Точно. Третья не было. Один-один и два. Я вот там всем загрузил. Помнишь, я так сказать? Там сделал такую акцию. И Аржунку не с кем было оставить. Он совсем маленький был. А он все умничал. Он такой умник же. Два года. Я точно помню, что ему было два года. Вот только-только исполнилось. Это было как раз лето. И он первый раз в жизни поехал в этот Датсан. Никогда в жизни он не видел ни изображения, ничего. У меня дома просто оставалась часть одежды буддийской. И там разные причина. Когда проводят определенные отправления. Вот как у нас есть всякие пуджарские колокольчики. Каждый лама должен иметь ваджру и колокольчик с ваджрой. Там мудрыми читаются мантры. И эти звуки и всякие символы усиливают виды энергии. Ну, это очень долгая наука. Вы не поймете простые сельские парни и девчонки. Это как корпускулярно-волновая теория распространения света. И вот я приехал с сыном Датсан. И он, когда в ворота заходили, он что-то раз такой. Раз, барабан увидел. И я только хотел сказать, вот сына, так сказать, это вот такие штучки. Я-то так, знаешь, по-детски думаю, дурачок же вроде. Я говорю, вот это сын. Он раз такую руку вырвал. Раз, побежал. И давай крутить их все. И так быстро раз идет. Потом раз, подходит ко мне. Говорит, дай денежку. Ну, я ему мелочь даю. А там на крупные барабаны денежки кладут. Он денежки раз положил. Все барабаны. Раз. Я говорю, ты куда бежишь? Бегом ты бежишь. Он ничего не слышит. Раз, раз. В каком-то странном состоянии такое. Все 108 барабанов там вот так вот по периметру надо прыгать. И, значит, такой в малый Датсан, где Дзанхава. Он туда раз заскакивает. Бум на пузо. И все. И что-то лежит. Эти люди там, монахи, сидят в службе. Все раз. Маленький двухлетний ребенок. Ну, такой карапусик. Вот такой, наверное, ростиком был. Совсем маленький. Вот вы видели. Вот тут у нас есть двухлетние дети. Двухлетний ребенок. И что это он может соображать? Это у него 25 мая день рождения был. Это мы где-то 18 июня поехали. А вот я помню, что ему 2 годика. Только-только исполнилось. Он бух на живот. И что-то лежит там. Глаза закрыл. Я раз зашел, тоже поклонился. И там много еще знакомых было. Потому что прошло-то не так много времени. И они, значит, раз меня спрашивают. Что, твой, что ли? Я говорю. Ну, вот это да. Ты что, говорит, его там как-то воспитываешь таким образом? Я говорю. Да нет, вообще первый раз. Я сам-то выбрал. С ума сошел он, что ли? Что с ним происходит? Он раз встает, значит, давай обходит и подходит, значит, и трогает там все эти предметы, там раковина, там, значит, барабан, там все такое. Но это Мурти раз смотрит, руки сложил, а встал на колени. Я вообще, блин, вообще. Вот я вам говорю, что никогда никто его не учил. Вот вообще. Руки сложил, встал на колени человечек. В Харе Кришне он знал, но в буддизме ничего не было. Что надо барабаны крутить. Он даже вообще, он близкий. Первый раз в жизни. Я вообще даже боялся какого-нибудь о буддизме говорить. Я думаю, что, не дай бог, буддистом станет. Я даже про себя так думал. Думаю, с детства, я родителям говорю, ни слова ни о буддизме, ни о чем. Только вот Харе Кришна. И он, так сказать, вырос вот в два годика, он вырос в этой среде. Только пел мантру, там, слышал мантру, пелся. Никаких бы. И тут раз он там еще, значит, барабаны раскрутит, там, пару, два больших барабанов, раз и в центральный, значит. И в центральный зашел. Это Будда, там, огромный Будда, там, такой, значит, Самое большое мурти, по-моему, насколько я знаю, из металла. Вот в Улан-Удэ, в Волгинском Дацане, по-моему, два мурти в мире такого размера. Одно где-то в Тибете, из металла выполнено. И вот одно здесь, в Улан-Удэ. И вот два в мире только. А камень, вот здесь вот, в Агия-Чакре, драгоценный изумруд. Так его там сколько раз пытались похитить, и последний раз его украли. Жулики. Доехали там пять километров до поворота, и машина взорвалась. И камень был возвращен. И вставлен обратно. И поползли слухи, и все, уже никто, ни жулики, никто. Потому что сколько раз не пытались его украсть, этот изумруд, там, какой-то вообще, он там, столько каратов, не знаю, он огромный. Потому что само мурти огромное. Просто огромнейшее. Как вот второе, как вот это, наверное, здание, как до второго этажа точно. Такой мурти из металла, значит, два этажа. И камень на лбу, естественно, смотрится маленьким, потому что мурти-то огромное. Но если вы, когда вот чистят, там, на лесенках поднимаются, мурти там, он с кулак, как минимум, такой, столько каратов. Там, этот камень какой-то вообще там, по-моему, аналога даже нет. И вот он зашел в этот доцент, увидел вот так вот, встал. Бум на колени. Бум лбом. И все. И стоит так вот, попка кверху. Я думаю, ну и елки, родил себе, блин. Кого себе родил, не поймешь. Хотел Кришнаита, так сказать, родил, блин, какого-то буддиста, блин, какого-то перерожденного. И он, так сказать, попкой кверху стоит. Смотрю, на глазах слезы. Сел, значит, вот так вот сел. А там служба идет, и они там. Ну, представляете, нет, как-то не слышал. И он такой, раз, глаза закатил, и давай качаться. Я думаю, е-мое, е-мое. И, короче, у него там экстазы какие-то начались, там всякие эти проявления. Это называется прошлая жизнь. Прошлая жизнь. Это я так увидел в нем. И он всякий, и он по будде вообще даже до сих пор. Если мы приезжаем в Датсан, вот сейчас мы тоже, недавно, вот я сейчас был в Улан-Де, ездили там по делам в Датсан. Приехали в Датсан, ну все, опять у него там. Я говорю, ты только там давай не падай. Я говорю, так, кстати, в экстазе, я говорю, ты же как сумасшедший, глаза не закатывай. И он так уже более сдержанно. Ну, смотрю, весь прямо. Опять затрепетал, прямо все у него. Прошлое все равно достает. Прямо все, он там прямо в восторге, в экстазе опять все. И как-то я привез Бхактива Павла Махараджа. Бхактива Павла Махараджа только зашел. Все, чуть Данду не выронил он. Да, он был с Дандой, серьезно. Он говорит, я был буддистом, мне говорит. В прошлом я был буддистом. Точно тебе говорю. Все мне знакомо, все запахи, вот эта атмосфера. И он так вообще, он раз сразу Дандавад сделал, все. Потому что 21-е воплощение Кришны, это, кстати, естественно, преданные все делают Дандавад сразу. Значит, все. И он говорит, я, блин, я, и он говорит, вот прямо все, вот эти раковины, все, вот он, вся одежда, вот он прямо в таком состоянии, такое состояние у него было, очень интересно. Это вот прошлое. Так прошлое приходит к нам. Так прошлое нас достает. Итак, человек очищается. Эти прошлые привычки и желания также начинают трансформироваться в настоящее желание. Что же в настоящем желает человек, когда у него все это ослабевает? Он, несомненно, становится на путь самоосознания. Или, как говорят, мукта-санга, или мукта-пуруша. Он становится человеком, стремящимся к освобождению. Он становится человеком, стремящимся к освобождению. И он начинает искать, говорится, такой человек начинает искать гуру. Он начинает искать человека, который мог бы его обучить, как, то есть теории и практике, как достигнуть освобождения. Такой человек уже называется мукта-сангой. Мукта-сангой, или человеком, стремящимся искать общение с тем, кто стоит на пути освобождения. Или его называют мукта-пуруша. Человек, стремящийся к освобождению. И поэтому Шрива Прабхупада в Бхагавадгите говорит, когда нет преданного, тогда и им персоналист годится. То есть он готов даже, так сказать, поскольку преданного, это большая редкость найти такого преданного, который занимается бхакти-санга. То есть можно получить вот это бхакти и, так сказать, и не мукти, а брама-нирвана называется. Освобождение на планетах Вайкунхи. Есть просто нирвана, это имперсональное освобождение. А брахма-нирвана, это означает освобождение на планету Вайкунхи. На планету Вайкунхи. И говорится, когда нет такого человека-бхакты, то есть персоналиста, то тогда и имперсоналист годится. По крайней мере, Прабхупада говорит, они могут вас научиться, научить вас отрекаться от плодов своей деятельности. А вы помните, в Бхагавадгите Кришна объясняет, что если человек не научился отрекаться от плодов своей деятельности, ему никогда не различить, где кармическое действие, а где предность, и ему никогда не различить, где материя, а где дух. Он никогда не осознает различия между духом и материей, если он не научился отрекаться от плодов своей деятельности. И Прабхупада говорит, по крайней мере, они вас научат отрекаться от плодов своей деятельности. По крайней мере, они вас могут научить, как различить дух и материю, как отличать это. Реально. А потом, если вы еще и получите общение с бактами, то практически все. Как Прабхупада некоторым своим ученикам, индусам, которые культивировали разные виды практик, он очень быстро давал им саньяс. Потому что, во-первых, хотя они практиковали многие имперсональные системы, были в имперсональных школах, рождались в семьях имперсоналистов, но они следовали определенным традициям. Он давал саньяс. Допустим, вот я знаю, что мне говорили в Индии как раз, что... Кришна забыл имя Махараджи. Нет. Горгавинда Махараджи Вайшнав. А я говорю про человека, про Махараджи, который был буддистом. И сейчас он гуру искон. Он был очень буддистом, очень высокого уровня. До этого. Вот я лицо прямо вижу. Ты точно знаешь. На фотографиях везде. Вот он очень много, так сказать, Радхаятры проводил там. Вот в Майпуре там очень много проводит фестивали. Отвечает. А, так, сейчас могу, сейчас вспомню. Ну, ладно. Это такое, если я забыл что-то, упрусь просто. Буду сидеть и думать. Пока не вспомню. Но надо, наоборот, расслабиться, потом выскочить. В общем, один из Махараджи, он был очень серьезным буддистом и не ламаистом. Буддизм же, вы знаете, поделен на две части. Вот это Махаяна, это ламаизм. И Хинаяна, это так чистый буддист. Вот он был в Хинаяне. То есть, Тхировада. Тхировада, представляете? Тхира, уравновешенный, означает. Тхира, невозмутимый. То есть, тот, кто философский, практический, уравновесил в себе. Что? Противоположности. Понимаете, да? Это называется Тхира. И мы можем видеть, как в Багаватам прославляются Тхиры. Даже есть вот имена Тхиры, Лолита, допустим, там и так далее. Тхировак вот у нас и был. И так далее. Тхира Пуруша есть, так сказать. Ну, вот это имена вот все. Тхира. И этот чистый буддизм называется Тхировада. Как человека поднять до уровня. Вот это вот. То есть, как уравновесить человека, чтобы он не обращал внимания на счастье, несчастье. Так сказать, что там происходит. Спокойный, абсолютно уравновешенный человек. То есть, человек полностью уравновесивший в себе понятие добра и зла. То есть, он понимает, что и добро, и зло все материально и все временно. И поэтому он идет путем освобождения. И вот такой человек, который это полностью реализовал и осознал, в его качествах прямо проявляется это спокойствие. Он всегда спокоен. Случись, что такое, что такое, он всегда остается безучастным даже. Что там, кто там, что ли. Спокойный. Все это пройдет. Он просто продолжает идти путем освобождения. Это называется Тхира. Вспомнил. Лаканадха Махарадж. Я же говорю, так, расслабиться надо и вспомнишь сразу. И вот Лаканадха Махарадж. И он очень выпускал. Тхира. Практически он достиг этого уровня Тхира. И когда он пришел к Шире-Праупаде, так сказать. А вы знаете, да? Что в читании Шире-Тамрите описывается, Кавира Джидаса-Косвами, он описывает, что все буддисты, они станут преданными. Все буддисты станут преданными. Все абсолютно. И они сразу будут на очень высокой ступени. Почему? Потому что они уже, так сказать, основа. Они очень хорошо знают закон кармы, реинкарнации, так сказать. Им только нужно ввести аспект Параматмы, души и Бога как персональ. Персонифицировать Бога. Душу и сверхдушу. Как главные элементы управляющие. И есть диалог, когда Господь Читания приходит к буддистам, таким вот, вообще мощным. И он начинает им проповедовать. Он начинает им рассказывать философию Будды и сравнивать ее с философией ведической. И буддисты, они, поскольку очень продвинутые были, они слушают. И полностью принимать они начали. Вот эту философию Ачинтия Пхеда Пхеда Татва. Полностью приняли Бхагават Гиту и Шримад Бхагаватом, так, как ее поведал Вьясадева. То есть, как Бхакти-йогу. Они принимают Бхакти-йогу. И один лидер буддистов, один из лидеров вот этих буддистов, он стал завидовать Господу Читании. И он стал, как бы, уговаривать всех не принимать это. Но все уже приняли. Все приняли. Все до одного приняли. Это были лидеры буддизма. Они приняли. И вот их лидер, лидер среди всех лидеров, он, как бы, позавидовал такому возвышенному положению Господа Читании. Он не видел в нем Господа. И он стал завидовать. И он стал, когда болтать всякую ерунду, он решили, они, значит, он приказал слугам, там, ученикам таким, еще не очень продвинутым, непредложенную пищу Господу Читании дать. И они, фрукты там все, и они... И когда Господь Читании сказал, ну, я же вам рассказывал уже, что это надо предлагать. Они сказали, это предложено, предложено, мы уже все сделали. И Господь Читании так стал смотреть на эту пищу. Эти лилы какие. Ему не надо ничего предложенного. Он сам все это очистит одним взглядом. Он так стал смотреть. И тот лидер, он так стал смотреть, думает, осквернит сейчас Господа Читании. Вот он осквернится, так сказать. И, говорится, большая птица из дерева слетела. Такая птица, которую никогда никто в жизни не видел таких размеров. И она схватила этот поднос с этой едой, с этой пхогой. И высоко взмыла в небо. И потом в таком набреющем полете она... И поднос выпустила. И этот поднос по башке этому буддисту как треснул и убил его насмерть. Все были очень довольны. Итак, это стадия очищения. И в результате того, что человек очень искренне хочет продвинуться, Кришна, пребывая в его сердце, начинает способствовать. То есть помогать ему. Помогать ему оставаться в этой области. В этой области искреннего желания очиститься. И тогда Кришна, вы знаете, у Кришны есть одно из таких качеств. Тот, кто устраняет все препятствия. Тот, кто устраняет все препятствия. Как зовут? Правильно. Хри. Тот, кто устраняет препятствия. Хри. И Кришна, несомненно, новоиспеченным, молодым предным. Молодым предным. Не молодым по возрасту. И не новоиспеченным, так сказать, в браке. А то есть людям, которые пришли. Может быть, они 10 лет даже служат. Или 20 лет служат. Но все-таки они достигли стадии искренности. Иногда человек не совсем искренен. Или не совсем стремится к чистому предному служению. Иногда он просто хочет очиститься от кармы. Здесь многие приходят. Пропада описывает предные третьего класса. Он разбил предных на три уровня. Если вы помните. Каништхи, Матхиамы и Утамы. Но также он и разбивает предных еще на три категории. Это преданные Пракрита, Бакты. Преданные материалисты. Еще даже не Каништхи. Просто преданные материалисты. Это вот как бы те преданные, которые просто гонимы определенными проблемами. Они бегут от исполнения своих обязанностей. Они бросают семьи под видом отречения. Просто не способные содержать их. И не способные правильно построить коммуникации с этими семьями. И так далее. Несут ответственность. Они просто прячутся в храмах. Прячутся в этих общинах. Они прячутся от армии. Кто от семьи прячется. Не способный исполнить свои обязанности. Даже, может быть, неприятные какие-то эти обязанности. Его, может быть, даже не слушаются. Но долг, так сказать, он должен быть исполнен. При любых обстоятельствах. Когда говорится, что человек может покинуть семью, если старший сын берет полную материальную ответственность за мать. То есть за женщину. За жену. И там все устроены. Все дети устроены. Все хорошо. Еще жена не остается одна. Жена остается под защитой старшего сына. Тогда он только имеет право оставить. Но мы сейчас видим, люди под видом якобы духовной деятельности. Просто они неудачливы очень сильно в своих браках. Неудачливы в семейных взаимоотношениях. Они как бы просто пытаются сбежать и укрыться здесь. Но не хотят признаваться в этом. Им кажется, что они исключительно за духовным знанием пришли. На самом деле они скрываются здесь. Кто-то, так сказать, карма плохая, нищета, так сказать, кто-то достает какие-то определенные проблемы, трусовая трусость. Иногда проблемы, так сказать, что вот как, это неуверенность в завтрашнем дне и так далее, и так далее. Люди приходят, люди сидят на шее у родителей. Мы знаем, здесь очень много таких есть, в Искон, очень много так называемых предных, которые ничего, не хотят работать нигде ничего. Они хотят вот просто, так сказать, наслаждаться процессом. Они не помогают никогда, ни дома, ничего. И при этом они себя считают продвинутыми, что они распространяют сознание Кришны, там все такое. Но они как люди очень нехорошие. Они как люди себя ведут не очень правильно. И при этом они дают наставление другим, пытаются внешне показывать, что они очень хороши. И у людей, люди, поскольку в гуне страсти, они сентиментальны, они, несомненно, это принимают за чистую монету. Все эти, так сказать, похвалы, лесть, так сказать, всю эту заботу. Но эта вся забота, на самом деле, нереальная. Потому что, говорится, освобождать других может только тот, кто сам, что освобожден. Таким образом, хорошими может вас сделать только тот, кто сам хороший. И так далее. То есть, сделать самостоятельным может только тот, кто самостоятельный. Господь читания говорит, если у вас есть еда, вы можете поделиться с кем-то и даже накормиться кого-то. Если у вас одежда, вы можете кого-то одеть. Если у вас есть деньги, вы можете кому-то их пожертвовать. Если у вас любовь есть к Господу, вы можете ее дать. Но если у вас нет еды, как вы можете кого-то накормить? Если у вас нет одежды, как вы можете кого-то одеть? Если у вас нет денег, как вы можете их пожертвовать? Также, если у вас нет любви, как вы можете ее дать? Таким образом, столько много разных людей, и они начинают мнить себя еще знатоками, как правильно стратегически проповедовать, как там что делать. На самом деле, просто сидят на шее у своих родителей или там еще что-то. Очень странные. Это все век Кали. Калаус-то шудра самбам. Это шудры. Это четкие признаки, так сказать, шудр, безответственных таких, трусливых, инфантильных, неспособных даже заработать. То есть, карма очень плохая. И вот здесь описывается, что есть богатство двух видов, когда человек получает богатство в результате того, что он в прошлом совершал благочестивые поступки. Но посмотрите вы на этих людей. Они в прошлом были так неблагочестивые, что в этой жизни они даже не могут заработать себе ничего. Ничего к ним не приходит. И говорится, когда у человека плохая карма, он весь исполнен зависти. И так сильно завидует тем людям, у которых что-то есть. Хорошие машины, квартиры. Но человеку просто приходит по карме. Просто по карме. Человек в прошлом совершал благочестивые поступки. Ему не надо было красть, чтобы получить машину или что-то, квартиру. Он, так сказать, элементарно получался. Как-то все складывалось там, 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 там. И он получал это. Никто, так сказать, его за это не посадит, не посадит. Без всякого криминала у человека вдруг появлялись деньги, так сказать, и так далее. Дом, так сказать, что-то еще, еще, еще. Второй вид богатства – это когда человек очень искренний и серьезно достиг определенного положения. И Кришна, находясь в сердце этого преданного, он видит, что преданный полностью хочет посвятить себя служению Господу. И как? Говорится. А ну кульена Кришна, ну щиланам бхактирута. И слово щиланам бхактирута, щиланам означает авторитетно. Авторитетно. Не как он там сам себе надумал и выдумал, и себя объявил искренним преданным сам для себя. И думает, я искренне преданный, я искренне хочу себя посвятить, давай богатство. И тогда я тебе еще лучше служить буду. Я чувствую это. Как раз богатства мне не хватает, чтобы стать еще более искренним. А ты что-то, что-то не это. Давай. Где богатство? Когда человек сам определяет свой уровень. И вот поэтому Санатана Госвами в Нектаре наставлений, он говорит об этом, Шикшамрита называется. Что а ну кульена Кришна, ну щиланам. И слово щиланам означает он очень авторитетно достиг этого уровня. Через авторитетную практику под руководством духовного учителя он достигает этой стадии искренности и сильного желания. Поскольку он следовал регулирующим принципам Бхакти-йоги. А регулирующие принципы Бхакти-йоги развивают в нас желание, что? Достигнуть Кришны. Таким образом, когда человек достигает этой стадии искреннего желания все-таки служить Кришне, более совершенно и так далее, то Кришна начинает материально заботиться о таком преданном. Он устраивает все. Он дает ему хорошие деньги, хорошие средства через разных лиц, через разные ситуации. А он дает все ему, чтобы он мог более совершенно совершать преданное служение и не испытывать никаких материальных затруднений и проблем. Итак, Шрил Парупада описывает здесь эти два вида деятельности. Когда человек получает по карме все это, потому что он в прошлом очень много сделал хороших поступков. Или когда он получает это в результате преданности. И поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, мой преданный никогда не совершает усилий для получения материального блага. Все приходит ему само собой как результат его преданного служения, его преданности. Но мы видим, что многие другие люди, они не в результате проповеднической деятельности, они в результате всяких мирских усилий. Мирских усилий. И говорится, когда человек совершит, у него нет хорошей кармы, и он начинает что-то химичить, то он еще больше запутывается. То есть тонкое тело, оно уплотняется. А вы знаете, что результатом тонкого тела является получение какого тела? Глубого, то есть реинкарнация, новое рождение, новое рождение. И поэтому говорится, что результатом бхакти-йоги должно быть растворение тонкого тела. Нет тонкого тела, не будет нового рождения. Растворение. Что это означает? Тонкое тело должно освободиться от всех материальных элементов. То есть нет материального ума, нет материального ложного эго, нет материального интеллекта. Все уже духовно там. Но тело остается материальным еще. И говорится, чуть-чуть остается оттенок аханкеры. Потому что потребности у тела все равно сохраняются. Но когда человек начинает испытывать ручи, с этого момента ручи, говорится, он прекращает испытывать влечение к еде. И он начинает испытывать такое, как бы, не отвращение, а бессмысленность сна. Он полностью безразличен к еде и бессмысленность сна. А оборону и секс, как правило, побеждают в первой половине жизни. Если человек должен жить 100 лет, к 50 годам у него полностью реализовывается аспект сексуальной жизни и обороны. То есть он прекращает защищаться и без секса может обходиться, без половых отношений. Поэтому вот в 50-м, сколько-то лет, принимали монопрасху. То есть человек понимал, что уже может быть это все чушь. То есть так практика на него реагировала. И Праупада говорил про себя, что секс и оборону я победил в молодости. Перед уходом Праупада, так сказал. А сон и еду я победил сейчас. То есть Праупада перестал вообще спать. Вообще он не спал ни одной минуты. И он прекратил есть. Он пил только черенамрит. Три капли черенамрит на службах. На службе три капли черенамриты утром и на вечерней службе три капли черенамриты. Все, больше ничего. У него полностью пропало желание есть. И полностью пропало желание спать. Он весь погрузился в размышления об играх Господа. И так, когда человек достигает каких-то определенных стадий, то Кришна, несомненно, начинает заботиться о нем. Но люди века Кали настолько неудачливы, говорится. Как говорится, у них даже не будет украшений, чтобы украсить свое тело. То есть им даже придется какими-то банными путями даже украшения получать. Ничего им не придет. Потому что плохая карма. Если мы встречаем сейчас каких-то хороших таких людей с хорошей кармой, которые родились в благочестивых семьях. Во-первых, в семьях таких интеллигентных, нравственных семьях. И так далее. У них очень нравственный отец, очень хорошая мать. Они обеспечены были. Они постоянно были обучаемы нравственно. Достаток материальный был. Такая редкость. В основном люди без отца, без матери. Допустим, в разбитых семьях рождаются. Они бедны. И даже когда они там что-то хорохорятся, на самом деле они не способны не заработать ничего. И они прикрываются, что они не хотят работать только потому, что видишь, что духовная жизнь их привлекает. И они полностью противоречат священным писаниям. Говорится, тот, кто отвергает данные в шастрах указания, несомненно, глуп. Несомненно, глуп. И несомненно, нуждается в обучении. И Кришна говорит в Бхагавадгите, «У мудреца нет сомнений по поводу работы, ибо чтобы содержать свое собственное тело, человек должен трудиться». Это стих Бхагавадгиты. «У мудреца даже нет сомнений по поводу работы, ибо даже чтобы содержать свое собственное тело, человек должен трудиться». И эти люди даже собственное тело не могут содержать. Майки, так сказать, мамы им покупают, они живут в квартирах мамы, так сказать, с папой, так сказать, все остальное. Мама, папа, мама, папа. Потому что они так глупы, так греховны. То есть они не способны срабатывать, они даже не способны содержать собственные тела. И при этом, говорится, когда они становятся завистливы, и когда они становятся, как правило, превращаются в этих умствующих глупцов, они становятся вероломны, завистливы. Они очень завистливы становятся, вероломны. И они, говорится, начинают богохульствовать. То есть они искажать начинают Писание, искажать саму суть, как все устроено. Они начинают критиковать богатых, так сказать, или, допустим, наоборот, прославлять таких, которые в трябых носках постоянно ходят тоже. И, несомненно, они также скрываются под крышей разных храмов и разных религиозных организаций. И сект в том числе. Это люди третьего класса. Люди второго класса – это люди, желающие приобрести материальное богатство. Люди второго класса. Но те, которых мы говорили сейчас, что пропады разбил, он говорит, нет. Преданные второго класса более серьезны. Они сначала культивируют ситха-йогу и мукти-йогу. То есть они очень привлечены в этом процессе. Они хотят получить, допустим, вот есть такое понимание, арчанам ситхи. То есть человек, который искренне поклоняется божеству, он может получить все мистические совершенства, поклоняясь мурти-господа Чайтане и мурти-господа Нитянанды. Более того, Нарада Панчаратратхипа описывает, что если поклоняться правильно, искренне мурти-ачарии, вот у нас мурти-шивы-правпады, то человек может получить мурти-ачария ситхи. То есть разные способности мистические, которые другие люди не способны этого будут сделать. То есть эти люди попадают под влияние йога-майи. И Нарада Панчаратратхипа, которую должен знать каждый пуджарий, более-менее, так сказать, хотя бы в общих чертах, не наизусть, а в общих чертах, можно видеть этот раздел. И я как раз в Иркутске и в Улан-Удэ читал этот раздел, давал целые лекции по арчанам ситхи. Если человек правильно пуджарит и правильно просто даже отсюда из алтарной поклоняется божеству, танцует для божества, поет для божества, а не просто формально это все делает, то он очень быстро может снискать милость арчанам, то есть этого процесса поклонения божеству. И может наделяться разными арчанам ситхами. Это способность много делать для духовного учителя, способность видеть чужие идеи, чужие мысли, способность видеть, когда его обманывают, способность предвидения. Очень сильно развивается способность чувствовать прошлое и так далее. Прошлое, то есть эти триколаги, там все. Предный наделяется через муртии Господа Читания и Господа Нитянанды, и также через муртии Ачария и муртия ситхи. Это когда вы поклоняетесь муртии Ачарии, тоже вы получаете те ситхи, которыми он обладал. То есть теми способностями, допустим, то отречение в айраге ситхи, то есть у вас появляется сила отрекаться, отречение. И не так как-то искусственно там, а на самом деле вы можете отречься. И там разные способности, жить какой-то образ жизни вести, предвидеть, говорить на любые темы, тут же, допустим, знать, кто человек по варне, по ашраму, и там разные способности, говорится, Кама, Артха и Мокша начинают служить такому человеку. Он просто, если он просто замедитирует на деньги, то все так сложится, что он станет богатым. Есть всяких проблем, он будет предлагать всякую работу, где он или что-то будет делать, просто ходить даже на нее, и будут деньги приходить. Ему не надо никого убивать, будет ничего. Это называется Артха-ситхи. Или человеку просто кто-то начинает жертвовать большие суммы, или какая-то сваливается правда, вот какое-то дело он начинает там, какое-то вообще, казалось бы, вообще безденежное, и вдруг оно несметное богатство приносит. Это называется так же вот Артха-ситхи. От правильного, искреннего поклонения Божеству в храме. В храме. Это называется, помните, да, как? Шардхая Муртана и Сева. Шардхая Муртана и Сева. Шардха означает с верой, вот с искренней верой, с самоотдачей, с самозабвенно поклоняться Божеству в храме, петь вот для Божества. Понимать, что я для Божества это делаю, а не для, так сказать, окружающих здесь. Или так просто, так сказать, как благоприятную деятельность раздела кармаканды очищаюсь. Человек может получить такое огромное количество, там перечислено, около, по-моему, сорока ситх, которые он может получить разного уровня. От поклонения Мурти и от поклонения Божеству. Итак, это тоже результатом является, это богатство будет результатом его преданности, его преданного служения. То есть, у человека может быть плохая карма и все остальное, но он очень искренен в преданном служении. И поэтому Кришна, чтобы усилить его преданность, он начинает реагировать. То есть, исполнять его какие-то желания, связанные с богатством, с чувственными наслаждениями и даже с освобождением. И тогда человек такой искренний, он убеждается, что Кришна откликается. И это, вот вы можете поклоняться и ничего не ощущать. Вот многие преданные, они поклоняются, поклоняются, потом приходят и говорят, что такое там, пять лет. Пять лет уже Джапу повторяю и ничего. Или кто-то, а я уже, так сказать, 10 лет из Мурти поклоняюсь, хоть бы, так сказать, тышу, что ли, когда-нибудь дали, так сказать, или что-то еще там. Никаких результатов не приходит, ничего не приходит. По какой причине? Они не медитируют на служение Кришне, они медитируют сразу на результат служения, они медитируют на эти богатства, поэтому ничего не приходит. Поэтому ничего не приходит. Если они будут медитировать, как удовлетворить Кришну, и не будут медитировать на богатство, то Артха, Кама и Мокша придут к ним и будут служить им. Но когда они сразу медитируют на Артху, Каму и Мокшу, а не на желание удовлетворить Кришну, то как бы они тут не пыхались, это не будет приходить к ним. Как вы помните в этой сказке, там одна девочка пришла, Морозко назывался, и она просто желала удовлетворить его и все. И она, какое там богатство, даже у нее мысли не появлялось. Просто желание. Дедушка, он старый, ему тяжело, наверное, он такой, поэтому и сердит, и она быстренько все сделала, все, все. И когда он сказал, ну ладно, проси, чего хочешь. Она сказала, да как чего, вообще ничего не надо. Ничего не надо, домой хочу. Она сказала, хорошо, мало того, что домой пойдешь, на тебе еще вот все. И, так сказать, мужа ей, там, принца какого-то, там, все, короче, богатство. И она заявляется домой, там, и там такая вот уже, так сказать, хорошая такая, смиренная, так сказать, сеструха. И она, уй-ё! Про СТ, так сказать, она. Уй-ё! Ничего себе у тебя, какой мужик. Можешь поцеловать? Нет, нельзя. Уй-ё! Какое платье? Уй-ё! Какие сундуки с золотом? Ой-ё-ё! Где взяла? Ну, она адрес, говорит, Беккет-Стрит, там, 30-62, так сказать. И та поперла туда, так сказать. И сразу, значит, что замедитировала-то? А? На принца, на все, все, так сказать. И давай она быстро все это делает. Ну, где принца-то там все? И дедушка сказал, хорошо, вот тебе принца, так сказать, какой-то там принц, сундуки там все дали. Она довольно поехала, открыла, а там это... Дерьмо? Извините за выражение. Там дерьмо было? И принц был не настоящий. Он косил под принца. Как шудра, наряженный в царские одежды. И так, предные должны различать это положение. Когда по карме что приходит? А не завидовать. Не завидовать. Завидовать бандитам глупо, потому что они все это нечестным путем добывают. И угрокарму себе зарабатывают. Завидовать тем, кто по карме это получил, это просто быть идиотом. Просто надо было быть хорошим мальчиком, так сказать. И понятно, что человек, так сказать, делал хорошие поступки, и теперь он наслаждается, так сказать. А вам не суждено, потому что вы... Как это сказать-то? Более правильный. Ну, короче, редиска. Потому что вы всегда были редиской. Поэтому с какой стати вам, так сказать, вам это должно выкатиться? Так что ходите, так сказать. Облизывайтесь, завидуйте. Я гражданин, а не какая-нибудь гражданка. Смотрите, я достаю из широких штанин. Что это там? Красную паспортину, да? Смотрите, завидуйте. Я гражданин Советского Союза. Что я серьезно? Что ты заржал это так? Как единорог. Мистический. Я тебя Маяковского вспоминаю. Владимир Владимирович Маяковский. Что смешного-то? Ну? Я же не какой-то похапченный. А ты про что подумала? Я достаю из широких штанин. А что ты засмеялась? Красный паспорт ни разу не видела, что ли? Что это такое? В такой восторг впало прямо. Вот брахмачириня бедная. Твою браштаны даже нельзя сказать, что из них что-то достают. Сразу, так сказать, какая-то странная эмоция. Странный, так сказать, восторг. И так, также есть эта история, помните, да, про Брамана Судама. Как Браман Судама, он был очень предан Господу. И он полностью зависел только от Кришны, от милости Кришны. И самое главное, он зависел от воспевания святых имен. И каждый раз, когда ему что-то приходило, вроде он воспевает, ему что-то придет, всегда придут какие-то мужики, так сказать, и все отберут у него. Всегда. Никогда. И семья жила в Хибаре, в такой вообще, это ужас, так сказать. Пусть летят по небу раки, приходите в гости к нам, мы живем в бараке. В бараке, хотя он был другом, там, Кришны, так сказать, они вместе в Гурукуле учились, так сказать, вместе в детдоме. Ой, в этом. Ну, в общем, милая жизнь, да. В интернате, в этом, так сказать. Как звали-то их гуру, забыл. Сандипани Муни, Сандипани Муни, его вспомнил. Я сам вспомнил. Быстрее вас сказал. На три секунды. Вы слабое звено, вон отсюда. Они вместе в этой, в Гурукуле были, в Сандипани Муни, все, были друзья. Друзья, они, Кришна кормил Судама, они говорят, просто Судама, просто Кришна. И они там играли вместе, все. В общем, настолько друганами были вообще. Ну, потом они выросли, так сказать, разъехались, женились. Кришна, так сказать, стал Довракадиши, так сказать. У него там 16 108 жен, так сказать. У этого одна жена, у Судама, так сказать, еще там двое детей. И он вообще не мог содержать семью. Никак. Вот ничего, шаром покати. И они всегда были в долгах. Всегда в долгах. У долгов было вообще. Пока в игрышку. И он всегда еще в долгах был. И он, как только начинает воспевать, святое имя, садился, и он начинал воспевать. И люди приходили, говорят, да ладно, не отдавай долги. Когда он начинал воспевать. И приносили что-то ему. А он просто глаза закрывал и воспевал. И когда вот все ему надавали, там даже наносили все. Потому что так он воспевал, люди Бога вспоминали. И люди, слушая соседи, они брали какие-то там мешки, там, ну, с этим, что там, с луком, там, я не знаю, с чем-то. Эти колготки с луком-то стащили ему, так сказать, там, сало, ягички, так сказать, ну, все такое. Исключительно вегетарианское сало было. Вегетарианское сало и вегетарианские ягички. Это было все вегетарианское. Лук был тоже вегетарианский, из хлеба сделанный. Вот там это колбасу, так сказать, ну, и там разное всякое. Вегетарианское все ему тащили. и у него такая гора появлялась а там всякие завистники были и они сразу бежали так сказать и доводили до вашего сведения довожу до вашего сведения так сказать то 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 они сотрудничали с администрацией короче говоря и администрация так здесь приезжала еще у него забирала когда он заканчивал успевать глаза открывал но все было по-прежнему он даже и не знал что у него сейчас только тут было жертвы до потолка и что долги ему прощали и все остальное как он только начинал успевать и дети всегда голодали и вы знаете да дети они всегда завидуют другим потому что там игрушки еда какая-то вот особенно такие говорится нищета является причиной жадности они такие как бы обездольные ребятишки бегали они смотрят да у других там есть покушать они все слюной там захлебывались так средства все и жена так сказать уже столько долгов на дело все соседи они всем были должны и жена все время но иди сходи кришне кришна царь два раки неужели он вы друзья там то есть ну так просто ему намекни так что так просто намекни дай попить а то так кушать хочется что переночевать негде так сходи попить попросить что ли у него так и жена так все время его доставала 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 и как-то в один прекрасный день но достала его и он достала как она говорит посмотри на наших детей и дети были такие худые все и заболели они оба и судама он подумал нет что-то из-за детей что я должен это сделать я должен защищать своих детей ну ладно я пойду в два руку кришне но я не могу пойти к нему с пустыми руками что-то какой-то подарочек надо и она побежала и у того кого уже брала уже и так в долгах они были она сказала пожалуйста последний раз вот все все дадим сейчас вот судама пойдет в два руку а там кришна он царь два раки вы наверно слышали они друзья он все купон все все мешки все все отдадим через сколько вот за сколько время на все дадим с лихвой дадим с процентами так все беспокойтесь так 3 процента без базара ну и а люди уже так с этим перестали доверять там некоторые ну соседи что они все время берут но и никогда не отдают и говорится этот сосед он дал горстку ровно горстку горстку дробленого самого такого некачественного риса дробленого риса этим дробленой некачественной дробленкой кормили они своих слуг которые работали там где-то на поле и он дал ровно горстку этого дробленого такого очень некачественного и этот был рис еще говорится он был дробленый он был черный такой темный рис некачественный и он дал эту горстку и жена пошла и приготовила это сварила рис и они в такой чуть ли не в носовой платочек завязали такой подарок царю представляете и он взял и думает ёлки это чё дарить что ли все ну потом думать ладно все-таки не список не с пустыми руками так сказать где-то там спрятал там где-то в хоть и но у него хоть и было такое очень странное тоже через этот хоть и было видно все устройство мира и он отправился так сказать это в двороку пришел привратники не пускают кто такой счетом сегодня на чуть-чуть и надо так сказать да я друг кришна они так на него посмотрели все устройство мира так сказать все так сказать они говорят что то ты кришна с бомжами не дружит они говорят ну пожалуйста вы увидите что он такой достаточно смиренный и трезвый они говорят ну он говорит ну пожалуйста сходите скажите кришне что судам от пришел тот судама с которым они вместе учились гуру кули и судам он стал даже немножко сомневаться что помнит ли его кришна теперь он царь там теперь такой может быть так стать и забыл даже может быть и скажешь какой судам ничего не знаю он даже так стал думать про кришну что кришна забыл даже его уже и он так немножко забеспокоился и уже собрался уходить он был так смиренен что он собрался уже уходить и думает а ладно чё я тут как-то даже ломлюсь короче говоря в автобус первый ну один привратник пришел кришна там чем-то занимается он о повелитель значит два ракадиши там какой-то бомж бомжик так сказать пришел так сказать и говорит что твой друг о господин его судама зовут кришна как услышал судама когда говорит что с тобой в гурукуле он судама и кришна сам выскочил бегом навстречу к судаме и судама увидел кришну сердце его прямо сразу закатилось от счастья и кришна выбежал и обнил судам а судам был в такой грязной одежде такой весь худой вообще такой не мылся он пока шел до двораки там несколько суток он был такой грязный весь и кришна стал его обнимать кришна стал целовать его обнимать друг мой друг моего схватил в охапку пойдем пойдем и он быстро его туда и потом смотрит значит у него ходе такое все устройство мира так что тоже кришна увидел так все вселенную в хоть и судам и как во рту мама нешода у него увидела всю вселенную он так посмотрел на тхоте и увидел всю вселенную сразу тоже и он там быстро слугам сказал немедленно лучшие одежды так сказать лучшие шелковые тхоте так все надеть его значит и они и он в ванны и там масла там все и судам не не я не буду он так нет со мной вместе и кришна по хитрый пойдем со мной и они там значит в баньку туда-сюда значит банька ну такая ведическая банька так соседела не все лежат бассейнах там лотосы плавают цвета все жасмины там все запахи это тут утки то кстати плавают всякие танцы и простите вот они тоже плавали там рядом ну короче так для для этого для для кайфа да утки вообще когда царь то всегда у уток простите очень много и они так рядом плавали все тоже булькали там и спинку шоркали эти утки простите и так сказать но они были с лужанки и так здесь естественно они там чекотали пятки так и они с кришны там пузыри пускали так брызгались потом они вышли так сказать из баньки так сказать кваску то кстати приняли так сказать метку там за все все кришна усадил его на свою симхасану сел внизу кришна и сказал ну давай рассказывай а судам а где это моя одежда а чё там я те там это кое-что надо было передать что что ну вот там она лежит и он побежал там раз этот мешочек и посмотрел на дворец на все и увидел столы там были уже столы накрыты и он этот так сказать в сопливчике у него так сказать дробленый рис кулачок так сказать и так что приготовленные очень также жена была очень искусна в кулинарном искусстве ну что несомненно всегда готовила из разнообразных продуктов она уже даже забыла как картошку чистить так и потому что никогда ничего жрать нету все вечно они там что-то корень какие-то ели там и пили это вот толокнянку и так сказать она в этом мешочке у него в этот мешочке рис и он с этим рисом значит он думает ой боже мой кто-нибудь увидит вообще позаруха и он спрятал его там в тхоте и кришна он пошел говорит ты чего там прячешь он говорит да так это гадость говорит гадость это кака нельзя фу фу кака но кришна так сказать нога нога покажи и раз этот такси сопливчик у него вытащил развернул боже мой это что рис для меня ты принес и кришна стал есть и стал прославлять этот рис он стал просто и судама он вообще вообще как только он ну ёлка ой ё-моё он думает ну все я кришну отравил все я отравители и отравители поджигатель и такси нападающие со смертельным оружием я уже так Я, так сказать, отравитель, так сказать, и нападающийся смертельным оружием, потому что я тут смертельное оружие, подумал Судама, так сказать, и он так был сконфужен, но Кришна был просто счастлив, он наелся этого риса, он съел эту горсть криста и говорит, фу-фу, от пузо от наелся, он говорит, пойдем, пойдем, давай, заваливай, так сказать, курица холодная есть, огурчик соленый, сурок плавленый, короче, закуси моря, так сказать, давай, давай, заваливай, так сказать, присаживайся, так сказать, Может по стакашке, так сказать Но Судама сказал, не, я синим завязал наглухо Ну, в общем, они сели Он говорит, я-то порубаю Он говорит, рубай, базару нет И Судама порубал, короче Он поел все И они на качелях покачались Там, кстати, жены там с этим Там все помахали, так сказать Рукой и ногой, так сказать, все Поплясали, так сказать, эти половецкие танцы Пляски, так сказать, все там Ну, они были довольны, короче говоря И Судама, так сказать Отправился домой И что сделал Судама? Судама втихушку взял и переоделся В свои одежды Как пришел, так и ушел И говорится, он еще Кришна, он не весь рис съел Он просто его попробовал Он еще забрал этот рис, чтобы не позориться Чтобы не позориться Остатки этого риса И Кришна сказал А ты зачем А ты чего переоделся-то? Он сказал Извини Мне вот так как-то лучше Он говорит Что, ты не можешь от меня принять ничего? Он сказал Ты что, где есть дружба Там не должно быть вот таких вещей Мы же друзья Зачем мне это? Мне этого не нужно Я живу так, как ты этого хочешь Я живу так, как ты этого пожелал Прости меня Я был так счастлив нашей дружбой Неужели ты думаешь, что я буду счастлив в Тхоте Или чем-то Этой баней, так сказать, с утками Простите Или там, там, с этим Сырком плавленным, так сказать Нет Я был счастлив просто увидеться с тобой И Судама Попрощался с Господом Сердце было его счастлив Он завернул этот рис Обратно спрятал Под каупины куда-то засунул И пошел домой И Кришна улыбнулся ему вслед Кришна улыбнулся ему вслед И у Кришны были такие хитрые глаза Ну давай До новых встреч И когда Судама вернулся домой Он, в первую очередь, он был ошарашен Изменилась местность И он увидел огромный-огромный дворец И когда он стал подходить Он что-то не мог понять Выскочили дети Жена, какие-то мужики с тетками выскочили Это слуги уже были Он думал, бить будут Уже собрался, так сказать, это Он был мастером кунг-фу И всех других видов единоборств И единоест Ест Всегда в одного ел Ну суть вот в чем Говорится, когда он получил все это богатство Там за крома, ну короче, за крома родины Он получил все В общем, все получил Корзину, картонку Корзину, картину, картонку Маленькую собачонку Ковер, седло и телевизор И все, еще квартиру, так сказать, однокомнатную Где не шумно Без выхода на трамвайную линию Говорится Его преданность увеличилась в сто тысяч раз Его преданность увеличилась в сто тысяч раз Говорится, Браман Судама принял это богатство Как маха-прасат Как маха-прасат Господа И его преданность увеличилась в сто тысяч раз И он занялся чистым, любовным, преданным служением Которое увеличилось у него в сто тысяч раз Получив это все Поэтому здесь В комментарии Шилы Парупада Говорит, что Иногда Кришна Дает своему преданному богатство Только для одной цели Чтобы усилить его преданность Тогда, когда преданный На самом деле хочет преданности Тогда можно без сомнений И без всякого страха давать ему Но когда человек не стремится к преданности И он еще на таких стадиях Кришна помогает Он наоборот, так сказать Как бы облегчивает Лопату саперную Говорит, давай я понесу Рюзачок давай твой понесу Давай, так сказать Ну и все, в общем, понесет Все Кришна понесет лучше пусть Или он говорит, давай пусть пока у меня полежит До лучших времен Ты пока научишься Как, так сказать, правильно себя вести И потом посмотрим Я тебе буду помаленьку, так сказать Переводом высылать, так сказать 10 рублей Посмотрим, как ты их израсходуешь 20 рублей Ну посмотрим, в общем Как ты будешь себя вести Так происходит В духовной жизни Поэтому Кришна Помогает преданному На ранних стадиях И помогает На каких-то других ступенях Тут он Забирает все А там дает Как Кришна говорит В Бхагавадгите Своему искреннему преданному Я всегда сохраняю все Что он имеет И даю То, что ему не достает Чтобы он мог Осознать меня Харе Кришна Милость, которую Верховный Господь Оказал Махараджи Бали Проявилась отнюдь не в том Что он даровал ему Материальное счастье И богатство Ведь подобные благословления Заставляют забыть О любовном служении Господу Тот, кто стал Обладателем Огромных материальных богатств Уже не может Погрузиться в размышления О Верховной Личности Бога А что эти Гарем-то убежал Гюльчитай, так сказать Фатима Лейла Где они? Жалость Жалко Жалко было Детейшек Жалко было Судама хороший был Конечно получил Ничего себе Представляете Судама получил За крома Родины Так представляешь Сколько он потом Раздал этим людям Которые ему помогали Сколько он им дал Он две Горстки дал И не дробленого Настоящего Две горстки принес Вот так Ты мне дал Горстку дробленого А тебе две нормального Вот так вот Подавись Скотина Нет Говорится Брамана Судама Некоторые любили Многие любили В основном Его очень любили И ценили Его преданность Но он жил В таком месте Где преданность Не ценилась Почти в демоничном Месте жила Если нам Кто-то Оскорбительно Жертвует Нет Лучше не надо Нет Если личное Пожертвование Оскорбительно Не надо Да и так даже Да и так даже Лучше быть Осторожнее Прупадов Всегда Говорил преданным Мы не попрошайки Это попрошайки Хоть как Хоть кинь там Хоть так Знаешь Мы не попрошайки Да Кто Человек тот Почему Даже если он оскорбительный Есть такая история Один очень грешный Очень грешный Купец Который только И занимался Чувственными Наслаждениями Был жадный Все время Там прелюбоденичил Пил Там Ну все Такой Гадкий Человек Умер И предстал Перед судом И суд Значит Посмотрел Дело Дело Там Из 18 папок На него С отпечатками Там все Со свидетелями Там все Да И там Посмотрели Короче Пробы на нем Ставить Негде Даже было Он такой Был Вообще Враг народа Короче Ну и вроде Как бы И он сам Знает Что он Такой Конченый И там Сразу Направление Там уже Ждут Товарищи Здесь Ждут Товарищи И там Ждут А там Товарищей Даже нет Там даже Дверь закрыта А эту дверь Даже приоткрыли Уже Ну понятно 18 папок И все Одни Одни преступления Так сказать Всякие От военных До бытовых До кухонных И вот он Значит Ну он думает Формальностью И он Так сказать Сам Такой Развернулся Ну понятно Понятно Ой даже Те Вот как ты мог Ну знаете Там начинают Как ты мог Да как же Тебя так Угораздило Ну вот Теперь тебе Он говорит Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ладно-ладно-ладно Все хватит Только не надо Я иду-иду-иду И он развернулся И туда В сторону Ямадутов пошел, чтобы они его так схватили и вперед, так сказать, припроводили в места лишения свободы. И там ему еще режим строгий дали, так сказать, у него все это. И только, значит, он туда отправился, вдруг свет такой. Эти Ямадуты, значит, там все в ужасе, что такое. И из этого света Иисус спускается. Спустился. Стойте. Этот человек достоин царства небесного, райской планеты. Как так? Да вот смотрите, да не вот тут что, это что вы, мажете что ли его тут? Блатные, так сказать, приехали. Через Христа уже, так сказать, достаете. Ну и Христос говорит, он сделал, он помог мне один раз. Как-то раз я страждил. Я очень хотел есть. Очень хотел есть. А он проезжал на верблюде, и у него две огромные корзины с лепешками были. И он сидел на верблюде. И я подошел, схватил его за стопу и сказал, господин, дай, пожалуйста, хлеба. И он так пнул меня ногой. И я упал. И сказал, ну пожалуйста, дай мне хлеба. А ему неохота было сверху слезать. И он думает, что же сделать-то? И он взял лепешку, как в меня кинул. И попал. И я насытился этой лепешкой. И вот за это, за то, что он дал лепешку мне, я даю его небеса. Смиренный. Христос был смиренен. Даже так принял. Это бы он обратно в лепешку обнимал. Как давай махаться. И такой-то, кстати. Роль Иисуса Христа Джет Ли. Главная роль Иисуса Джет Ли. В роли, так сказать, этого, как его. Купца Сильвестр Сталлоне. Нет. Не такой, боевик разыгрался. Вот такая вот загогулина. Есть вопросы еще? Ну, это круто уже. Богатство прийти как результат оскорбления? Ну, да. Я даже могу рассказать историю. Из Пурана. Жили два царя соседни. Соседи были. Один из Сурья Вамши, другой из Чандра Вамши. И тот, который из Чандра Вамши, у него очень хорошо процветало государство. А из Сурья Вамши, он там кое-что неправильно сделал, сентиментально начал с женой немного, под каблучок попал. И из-за этого в государстве начались кое-какие проблемы. И он все думал, 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 думает. Как вот, ну, как исправить? Чик! И придумал. Пошел к тому, который из Чандра Вамши. И сказал, вот я там, мне нужно то, и все, пятое, десятое. Тот говорит, нет, я не могу, потому что если я возьму, сейчас отдам, тут у меня проблемы начнутся. Он говорит, я тебе отдам, там, туда, сюда. И они поругались. Они поругались. И поругались очень сильно. Очень сильно. И этот, который был из Лунной династии, решил наказать этого, который из Солнечной династии. У него и так были проблемы в государстве. И у него был день рождения. День рождения. И он не показывал, что он на него обижен очень сильно. И он подумал, я тебя уничтожу. И он подарил ему семь белых слонов. И говорится в шастрах, что эти слоны должны содержаться, для каждого слона должен быть построен такой, как бы, как дворец. Белый слон, это хастины, вот это белые слоны. Почему назывался хастинапура-то? И он подарил ему, это было сумасшедшее богатство, это было так благоприятно, это был самый лучший подарок из всего, что подарили. Это было самое благоприятное. Он подарил ему семь белых слонов. Это как бы, говорится, в семи белых слонах присутствует сама богиня процветания. И он подарил. И для каждого из слонов, по шастрам, говорится, они должны содержаться, для каждого должен быть построен дворец. Вот, представьте, слоновий дворец такой, где они могут там ходить, там, что такое. И он думает, елки, и так денег нету, так сказать, вот свалился подарок. И пришлось, так сказать, у врачей взять, у учителей, так сказать, понимаешь, у пенсионеров, у ветеранов Великой Отечественной войны взять деньги и построить семь дворцов. Туда этих слонов впихнули. Но все, ооо, так сказать, ооо, так сказать, ооо, днем рождения, кричали. Это все, говорит, у него день рождения был. Днем рождения, кричали. И кормить их надо было особым способом. Особым способом и столько-то раз в день. И очень много слуг должно было за ними ухаживать. Их надо было выводить там. Короче, эти семь слонов разорили полностью государство этого царя. Так он его наказал. Поэтому за реакцией тоже можно, так сказать, подбросить что-нибудь, так сказать. Котлету и убить. А что же такое бывает? Все? Закончим? Шриман Багава, там класс. Киджай, Шил Пропада, Киджай. Тишинитай Гауранга, Киджай. Гауру Параминанды, Хари Хари Бау. Спасибо большое. Что меня не сбили. Спасибо. 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 Спасибо.